Замыкает нашу десятку Дэвид Холл. Его признали виновным по 55 эпизодам хранения детской порнографии и дали максимальный тюремный срок 15 лет за каждый эпизод. В общей сложности 825 лет тюрьмы. Полиция нашла Холла после того, как он стал обмениваться порнографическими фотографиями через аккаунт, связанный с его электронной почтой. Джеймс Иган Холмс. В 2012 году Джеймс Иган Холмс зашел в кинотеатр в штате Колорадо и открыл огонь по людям, пришедшим посмотреть кино. Кроме того, он заминировал всю свою квартиру самодельным взрывным устройством. В отличие от большинства людей в нашем списке, Холмс никогда до этого не нарушал закон. Его душевное состояние постоянно ставилось под сомнение, и на какое-то время он был объявлен недееспособным и не мог предстать перед судом. По причине своей невменяемости Холмс таки не признал свою вину. Его признали виновным по 24 пунктам обвинения в убийстве, 140 пунктам обвинения в покушении на убийство и одному пункту хранения взрывного устройства. Обвинение требовало для преступника смертного приговора, но вместо этого Холмса приговорили к 12 пожизненным срокам и сверх того к 3318 годам без права на условно-досрочное освобождение. Дадли Уэйн Кайзер В 1976 году, в канун Хэллоуина, Дадли Уэйн Кайзер застрелил свою жену, которая жила отдельно от него, затем ее мать и очень некстати оказавшуюся в их доме гостью студентку колледжа. Присяжные рассматривали дело в течение часа, затем вынесли приговор «Смертная казнь». Но после было принято решение, что законодательство штата Алабама по вопросу смертной казни противоречит Конституции, поэтому дело Кайзера было направлено на новое судебное разбирательство. В этот раз он был приговорен к 10 тысячам годам вдобавок к двум пожизненным срокам. Несмотря на такой длительный срок заключения, Кайзер может претендовать на условно-досрочное освобождение после того, как отсидит в тюрьме 10 лет. Он уже 9 раз подавал прошение о досрочном освобождении и 9 раз получал отказ. Бобби Джо Лонг Бобби Джо Лонг был серийным насильником. Он искал любую возможность попасть в дом своей потенциальной жертвы. Так он часто просматривал рубрику «Требуется муж на час» или искал дома, выставленные на продажу. Если Лонг приходил по объявлению и обнаруживал, что женщина в доме одна, то он ее насиловал. Потом он начал убивать своих жертв и его почерк поменялся. Теперь преступника интересовали проститутки и стриптизерши, которых он заманивал в свою машину. Там Лонг их насиловал, а потом или перерезал им горло, или душил их. В 1984-м убийцу признали виновным в изнасиловании и убийстве 9 женщин. Лонг получил 26 пожизненных заключений, большую часть которых он будет отбывать последовательно, и один смертный приговор. Его посадили в камеру смертников. Лонга подозревает в изнасиловании 50 женщин и убийстве половины из них. Но, как он сам дал понять, количество убитых может быть гораздо больше. Аллан Уэйн Маклорин В 1993-м году в Оклахоме Аллан Уэйн Маклорин и Даррен Андерсон были приговорены в общей сложности к 6000 лет за изнасилование, садомию, нападение, хищение имущества, грабеж и кражу со взломом. Они подали апелляцию и добились пересмотра дела. На повторном судебном заседании другой состав присяжных также признал их виновными. Но в этот раз присяжные были настроены решительней. Они вынесли Андерсону приговор в виде 11 тысяч лет тюрьмы, а Маклорин получил 21 тысячу лет. Так они оказались на верхних строчках нашего списка. Да, лучше бы они молчали. Для сравнения, в Испании за обычное убийство могут дать максимум 40 лет. Но если этот преступник убьет 192 человека, то срок его тюремного наказания будет умножен на количество его жертв. Так, в 2007 году Джамала Зугама и Османа Эль Гануи приговорили к 43 тысячам лет тюремного срока за организацию взрывов в пригородных поездах испанской столицы 11 марта 2004 года, в результате которых 192 человека погибли и более 2000 получили ранения. Испанец Эмилио Суарес Троссорос получил немного меньший срок, около 34 тысяч лет. Другим, 18 подозреваемым, дали еще меньшие сроки. Многие информационные агентства описывали атаку на железную дорогу как спланированную Аль-Кайдой операцию. Тем не менее, не было найдено никаких доказательств, предполагаемой причастности этой террористической организации ко взрывам. Билли Джо Готфри В 2015-м Билли Джо Готфри из Миссури был признан виновным в совершении 35 случаев принудительной садомии. Несмотря на то, что Готфри признал свою вину, он получил пожизненный срок за каждый эпизод. Эти преступления были совершены с 1995 по 1999 годы. Среди его жертв были как мальчики, так и девочки, и преступник не пожалел даже своего собственного пасынка. Они были раскрыты спустя много лет, когда жертвы Готфри стали взрослыми. Мартин Брайант В 1996 году Мартин Брайант учинил бойню в австралийском городе Порт-Артур, убив 35 человек и ранив еще 23. Его приговорили к 35 пожизненным срокам плюс к 1035 годам без возможности получить условно-досрочное освобождение. Его адвокат рассказал, что Брайант вдохновлялся резней в начальной школе Донблейна, произошедшей в Англии, во время которой убийца застрелил учительницу, одного 16-летнего учащегося и 14 школьников, которым было по 5 лет. В тюрьме Брайант с нетерпением и радостью ждал обновленную информацию о количестве убитых. И как в случае с бойней в Донблейне, следователи так и не смогли раскрыть мотивы убийства. После бойни в Порт-Артуре в стране был усилен контроль за оборотом оружия. Власти начали программу по выкупу оружия у населения, в результате которой было собрано 643 тысячи огнестрельного оружия. Кстати, после массового убийства в Донблейне английские власти предприняли аналогичные действия. Чамой Тхипьясо В 1989 году в Таиланде Чамой Тхипьясо была приговорена к 141 078 годам за финансовые махинации. Это служащее обмануло более 16 тысяч участников огромной финансовой пирамиды на сумму более 2 миллионов долларов. Чарльз Скотт Робинсон Этому мужчине принадлежит одно сомнительное достижение. Он приговорен к самому длительному тюремному сроку в США. В 1994 году суд Оклахомы рассматривал его дело о сексуальном нападении на шестерых детей. Присяжные не церемонились с ним. Его приговорили к пожизненному, без права получить условно-досрочное освобождение и вопрос о его наказании был решен. Затем присяжные придумали кое-что получше и порекомендовали дать Робинсону по 5 лет тюрьмы за каждый эпизод сексуального насилия. Суд согласился с этой рекомендацией и далее заключил, что тюремные сроки будут отбываться последовательно, а не одновременно. В результате преступник получил колоссальные 30 тысяч лет. Робинсон сможет получить условно-досрочное освобождение только тогда, когда ему исполнится 108 лет. Правонарушители должны получать по заслугам. Но иногда в поисках справедливости судебная система заходит так далеко, что приговаривает преступников к невероятно долгим тюремным срокам. В некоторых случаях такое наказание выносят для того, чтобы нарушивший закон человек никогда не мог получить условно-досрочное освобождение или освободиться раньше срока. Но иногда такие длительные тюремные сроки кажутся слишком жестокими. Вы знаете, какая страна занимает первое место в мире по количеству сажаемых в тюрьму граждан? Нет, это не Китай. Пальму первенства занимает США, несмотря на то, что население Китая в 4 раза больше населения США, и эта страна известна своим жестоким отношением к преступникам. Но самый длинный тюремный приговор был вынесен не в США, а в Таиланде. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые интересные видео. Хорошего вам настроения. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok